Всем привет! Сегодня у меня видео посвящённое двум фитнес-трекерам от Xiaomi. Это Xiaomi Band 1 и Xiaomi Band 2, точнее Xiaomi Band 1S. Эти фитнес-трекеры знакомы, если не всем и каждому, то очень многие устройства давно уже на рынке и давно стали бестселлерами, что первый, что второй. И обзоров на них с характеристиками, ценами и подобными разборами есть на ютубе, но куда есть ветки, посвящённые этим трекерам, тем не менее, постоянно возникают вопросы у людей, которые видят меня, мои знакомые, просто люди, с которыми я пересекаюсь где-то в зале, на работе и так далее. Люди постоянно спрашивают, а что это, что оно умеет и зачем тебе это нужно. Поэтому я решил всё-таки сделать ещё один обзор на это устройство и попытаться разобрать в этом видео подробно всё то, что может этот трекер, этот трекер, сравнить их достоинства и недостатки. Поехали! Конструктивно оба браслета представляют собой капсулу с двумя контактами для зарядки на торце, плотно вставленную в ремешок. Эту конструкцию, лично я считаю весьма практичной, в отличие от монолитных браслетов, где электронная начинка и ремешок представляют собой одно целое, как, например, это браслет Art Meizu. Легко догадаться почему. Лично я на первом своём мигбенде смирнил пару ремешков, прежде чем вышел устроен браслет по моему же недосмотру. Случись такой с монолитной конструкцией, придётся менять весь браслет целиком, а ремешки копеечные. Кроме того, раздельная конструкция позволяет выбирать ремешки на свой вкус. Их огромное множество на Алиэкспрессе, есть даже отправки для ношения в виде кулона и металлические браслеты. Однако есть между первым и вторым мигбендом и принципиальная разница в исполнении. Трекеры изрядно различаются по размеру. Здесь капсула чуть поменьше, здесь капсула чуть побольше. То есть, этот рекер гораздо массивнее. Ещё одно отличие, которое заключается в следующем. Вот эту капсулу предполагается вставлять снаружи, то есть с лицевой стороны ремешка. Что приводит зачастую просто к потере капсулы. То есть, капсула может выпасть. А вы где-то за что-то задели, как-то неудачно вас отцепился рукав, капсула из этого ремешка может выпасть. Со вторым мигбендом такая неприятность случится вряд ли, потому что этот ремешок капсула вставляется изнутри. То есть, вот эту сторону её вытащить гораздо более проблематично. Из-за этого можно поставить в конструкции жирный плюс. Когда я носил первый мигбенд, ещё первый, ещё до мигбенд 1С, я сталкивался с тем, что действительно несколько красных капсула выпадало. Однажды случилась душа, однажды случилась наддача во время работы, однажды это случилось просто на улице. Хорошо, что его имеют заметки. Вторым мигбендом, скорее всего, такое не произойдёт. С первым мигбендом быть аккуратнее при ношении. Кроме того, браслеты сильно отличаются по внешнему виду и наличию способов вывода информации и органов управления. Мигбенд 1С не имеет вообще никаких внешних органов управления, а в качестве способов вывода информации есть только вибромоторчик и три белых стадиода на лицевой стороне. Вот здесь я не могу понять компанию Xiaomi. Самая первая ревизия мигбенда, ещё без приставки S, была оснащена цветными RGB-стадиодами, благодаря которым с помощью встроенного ПО можно было достаточно гибко кастомизировать уведомления и вывод информации. То есть к уведомлениям от разных программ можно было привязать различный цвет свечения диодов. Теперь же остаётся только играться с количеством и длительностью вибраций. Чем это им мешало, непонятно. Что касается второго мигбенда, то тут всё гораздо веселее. Кроме вибромоторчика у неё есть OLED-дисплей, способный отображать некоторую графическую и текстовую информацию. Несенсорная кнопка, с помощью которой можно переключать режим отображения сохранённой информации о текущем времени в важных результатах, а также входить в режим размерения пульса. Небольшой OLED-дисплей, яркости которого достаточно для того, чтобы легко вчитывать данные в комнате на свету, ярком и солнечном. Видно плохо, но это понятно почему. Слишком яркий дисплей будет очень быстро с один батарей. Кроме всего прочего, в темноте этот дисплей реально светит, так что им можно пользоваться как фонариком. Никакой регулировки яркости, никакого датчика освещенности, естественно, нет. И это понятно, потому что лишние датчики – это лишний расход энергии и более быстрый разряд. С обратной стороны капсулы Mi Band 1S установлен зелёный стадиод для замера пульса. У Mi Band 2 таких стадиодов два, что призвано повысить точность в замерах различных условиях. Кроме того, в памяти Mi Band 2 есть ограниченное число иконок, которые он отображает при поступлении уведомлений от приложений. Для наиболее популярных приложений типа WhatsApp в памяти есть свои иконки. Остальным же приходится довольствоваться общей иконкой с надписью АПП. Для входящих SMS и звонков Mi Band 2 умеет скролить имя контакта или при его отсутствии номер телефона. Для прочих уведомлений только иконки. Для этого браслета есть стандартное приложение от разработчика Mi Band. Это приложение называется Mi Band. Раньше оно так и называлось Mi Band и присутствует как в Play Market, так и в Mi Market. Также вы можете скачать различные модифицированные версии на FAPDA. Лично от себя бы я рекомендовал ставить авторскую модификацию с FAPDA. Там есть специальная ветка, посвященная этому ПО. В ней также рассматриваются возможные проблемы и пути их решения. И вообще информации столько, что даже кратенько описать ее в рамках одного ролика проблематично. Поэтому я оставлю ссылку в описании к видео. Что умеет приложение? Ну, в первую очередь, оно отображает информацию о пройденных шагах, затраченных калориях, информацию о сне и тому подобные вещи. Второе, оно умеет отправлять определенные уведомления на ваш браслет. Браслет умеет измерять пазу сна. В отличие от многих браслетов других производителей, этот браслет отслеживает сон автоматически. То есть, считается, что если после 10 вечера вы не проявляете определенные оттенности, то вы спите. Кроме всего прочего, можно включить режим с пульсозамера на время сна для более точного определения фаз. Что касается меня, я пробовал этот режим, но я как-то не заметил у него необходимости 100B. Кроме того, что он жрет батареи. Вот и все. Насколько точно браслет отслеживает пазу сна, опять же сказать сложно, потому что, ну а как его еще проверить? Разницы в том, как он отслеживает спичным и не спичным, никакой. Потому что, если вы ночью встаете, туда-то там прошлись попить, браслет этого правила не замечает. Он не считает, что вы проснулись, если вы проснулись и бежите, допустим, осознаете себя, там включили телевизор, еще что-то. Он не считает, что вы проснулись, не будет считать вас спящим. Это, конечно, не. Что касается будильников, естественно, наличие смарт-браслета предполагает то, что он может вас разбудить. Это крайне удобно. Браслет будет только вас, а никого из вашей семьи. Вы можете поставить и столько будильников, сколько нужно, и просто в то время, которое вам нужно, не разбудить никого. Вот, если вы встаете раньше всех, если вам нужно поехать встретить кого-то на вокзале и тому подобные вещи. Здесь опять мы сталкиваемся с непонятным совершенно поведением от компании Xiaomi. В ранних ревизиях браслета была такая штука, как смарт-будильник. Эта штука должна была отслеживать вашу фазу сна, образ этот умеет отслеживать, и будить вас именно в фазу быстрого сна, когда наиболее легко проснуться. Она была, она работала, я, будучи владельцем самого первого Mi Band, ей постоянно пользовался, но тут Xiaomi сделала очередной странный шаг. Она выделила эту функциональность из прошивок в новых версиях прошивок для Mi Band и в новых версиях приложения Mi Fit в этой функциональности не найдут. Почему и зачем, неизвестно. Возможно, разработчики посчитали, что программа работает криво, либо им сложно стало ее поддерживать, либо еще что-то, но остается загадкой. Это было очень удобно. Сейчас восполнить функциональность можно с помощью стороннего ВПО, например, и Smart Alarm, есть программка, но тут есть небольшое но. Для того, чтобы она корректно сработала, она должна быть постоянно включена на смартфоне, и смартфон постоянно связан с вашим браслетом. Если связь будет потеряна, смарт-будинник не сработает. Я проверял, это именно так. Соответственно, эта функциональность поддерживается не браслетом, а программой на телефоне. Это, естественно, неудобно, потому что у смарт-будинник была одна из триллер-пич, которая и принесла популярность, и не к бэндам как таковым, но и речет людей. Еще по будильнику. Отличия между браслетами при срабатывании будильника. Для того, чтобы отключить будильник на первом ми-бэнде, вам нужно сделать что-то подобное. Соответственно, вы должны потрясти, побить по нему, тогда он поймет, что вы, в принципе, проснулись, и дальше вас будет не стоить. Что касается ми-бэндов, для того, чтобы сделать временный арбой будильника, на нем нужно нажать, не ищусь на него смарт-будинник. То есть, вы сработал будильник, спите, пикеринг сработал, с ним нажимаете кнопку, спите дальше. Но через 10 минут браслет вас снова разбудит. Можно поступить, конечно, так же, как с первым ми-бэндом, похлопать по браслету, браслет решит, что вы проснулись, и больше не будет вас беспокоить. Но в последних версиях прошивок добавили еще другую фишку, когда сработал будильник, можно нажать кнопку и удерживая ее, точно так же отключить вторую будильнюю. Еще одна программа, которая может быть крайне полезной, это альтернативная оригинальному ПВО, которое можно использовать с Mi Fit, так и отдельно. Программа Notify and Fitness for Mi Band. Ее также легко найти в Google Play или на FotoPDA. Программа имеет такое совершенно дикое количество настроек для уведомлений и всего прочего разного, что я даже пытаться описывать их не буду. А сразу отправлю вас в профильную ветку на FotoPDA. Отмечу лишь то, что программа порой не дружит с некоторыми телефонами, в частности, чтобы она корректно работала на моем Redmi Note 4. Мне пришлось сделать ее системным приложением, а для этого нужен как минимум root, так что кому-то она может не подойти. В конце концов, я ее использую только для режима кардиомониторинга, поэтому мне пофиг. Однако с ее помощью в случае Mi Band 1 с RGB диодами можно было выбирать светом уведомлений, а в случае с Mi Band 2 выбирать отображаемую на дисплее иконку, чего не позволяет делать стандартное ПО. Это приложение позволяет очень так же считать калории, пройденные шаги, делать тренировки, отмечать вашу активность. Кроме всего прочего, оно позволяет очень гибко настаивать уведомления для разных приложений, которые могут присылать уведомления на браслеты. Четвертый пункт сравнения, наверное, может быть решающий, может быть не решающий. Это цена. Mi Band 1 стоит примерно в 2 дешевле, чем Mi Band 2. Как бы все. Ну, об абсолютном значении, можно сказать, они актуальны именно на сегодняшний день. То есть стоимость первого Mi Band 2 сейчас в районе 600 рублей, Mi Band 2 минимальная 1200. Почему многие пользователи жалуются на то, что Mi Band неправильно измеряет пульс? Ну, во-первых, потому что он неправильно его измеряет. Не браслет пользователей. В официальном приложении есть ориентированная рекомендация, как правильно измерять пульс. Этот трекер не предназначен для того, чтобы мерить пульс во время бега. Мерить пульс во время заметы. Точнее, этот режим есть и его возможно активировать и как в стандартных приложениях, например, зайдя в метки активности и там это сделав. Либо в приложении Modified Fitness for Mi Band, включив режим кардиомониторинга, бега и так далее. Но все же, если вы хотите получить точное значение пульса, вы должны зафиксировать руку в каком-то неподвижном состоянии. При этом браслет должен быть чуть дальше, собственно говоря, вашего запястья вот здесь находиться и нажать кнопочку. На этом браслете, перейдя в режим измерения пульса, либо нажав на соответствующую кнопочку приложений, вот у браслета два светодиода, соответственно, он измеряет чуть более точно, чуть более точно при неправильном положении браслета на руке. Соответственно, шанс того, что Mi Band 2 замерит пульс верно больше, чем у первого Mi Band. Итак, вы видите у меня на руке медицинский тонометр. Конечно, не самый точный тонометр в мире, но тем не менее, его точность заведомо должна быть лучше, неже любой фитнес-трекер, либо какой-то сенсор на спортивном интернете подороже, бега и лексуэдов. Поэтому давайте проведем замер. Итак, по результатам замера мы видим 87 ударов в минуту. Давайте то же самое проделаем с фитнес-браслетом. Нажимаем кнопку, переходим в режим замера пульса. Что мы видим? 79. Почему они могут не совпадать? Соответственно, значение пульса это не какая-то мгновенная измеренная величина, это величина количества ударов определенного промежута времени. Соответственно, частота может прозвучаться достаточно серьезно, там, каждые 10 секунд. Но вот эта разница там в 10 ударов в минуту совершенно несуществует. Если вы хотите получить более точное значение, делайте несколько измерений. И сейчас еще раз тот же самый замер проведем на вот этом браслете. Когда были результаты измерения пульса для Mi Band 1S, мне придется взять телефон. Перейдем в режим замер пульса и попросим браслет измерить на пульс. Измерим пульс 80 минут. То есть, мы видим, что результаты браслета близки, результаты их близки к показаниям того же самого бизнеса оттонометра. У меня претензий к точности измерения нет. Если я меряю пульс браслета и вижу, что он сильно отличается, то есть, скажем, 50 ударов, либо 150 ударов, я знаю, что попросим на пульсе сейчас не нужно, просто делаю еще одно измерение. Это значит, скорее всего, что у меня браслет неправильно расположен на руке, либо я нарушил методику измерения, махал рукой, двигался и так далее. Я обычно использую измерение пульса только для того, чтобы на тренировке знать, стоит ли мне еще отдохнуть перед следующим подходом, походить по залу, оставить дыхание и так далее, либо уже можно приступать. Собственно говоря, я делаю это постоянно и в точности измерения меня устраивает. Почему это неудобно в зале делать, допустим, без браслета? То есть я, как раз за перчаткой, постоянно для того, чтобы измерить пульс, нужно отстенить перчатку, залезть, добраться, нащупать пульс и пойти померить. Здесь же, кто просто нажал, там чуть померить. Я, собственно говоря, для этого браслет приобретал и с точки зрения он полностью устраивает. С одним браслетом было бы, конечно, несколько неудобнее. Нужно было бы, нужно брать телефон, нажимать на телефоне кнопку и смотреть с телефоном. А так, в этом плане, браслет Miidon 2 достаточно автоматный. Ну и, пожалуй, главное в сравнении с Ness Tracker, это точность замерения количества пройденных шагов. В этом плане браслеты отличаются довольно кардинально. Что я имею в виду? Компания Xiaomi объявила, что с выхода Miidon 2 были оригинально переработаны алгоритмы подсчета пройденных шагов. Браслет теперь считает хорошо и точно. Что же это значит? Бручь долгое время владелился Mi Band 1 еще до ревизии S, а также сейчас, потестировав Mi Band 1, я могу сказать, что Mi Band 1 склонен завершать шаги. Достаточно обычной ситуацией была, когда, допустим, я ездил в Красноярский край, то есть я там в 5 утра сажусь в машину, еду до Красноярска, приезжаю в Красноярск, выхожу из машины, вот это вложение на смартфоне, я прошел 30 тысяч шагов, не выходя из-за руля. Почему происходило так? Браслет отслеживает очень небольшие амплитуды колебания руки и воспринимает их шаги. То есть именно благодаря этому браслету родились всяческие анекдоты про обращение техподдержку, дескать, я все воскресенье выходил из дома, а браслет не насчитал 30 тысяч шагов. Ответ техподдержки вы либо браслет снимаете, либо руку меняете. Поэтому, владея Mi Band 1S, вы можете пройти пару тысяч шагов, буквально не выходя из души. Со вторым Mi Band такое не проканает. Что имели в виду разработчики, разоградавшиеся при работе как алгоритм? Теперь у него загрублены очистительные. Соответственно, для того, чтобы он начал считать шаги, а браслет должен быть в виду более большой. Во что это выливается на практике? Mi Band 2 занижает количество пройденных шагов. Вот так. Соответственно, если я иду, и у меня свободная рука, я машу рукой вот так, все хорошо, все шаги считаются. Прекрасно, но стоит, допустим, мне взять в руки тяжелый пакет. Например, я зашел в магазин, иду с пакетом, рука практически не колеблется, браслет не считает шаги, либо считается через один раз. Если я иду гулять с ребенком, держу вторяство, он шаги вообще не считает. Mi Band 1S считает, а так нет. Соответственно, вот выбирайте из двух зол. Этот завышает, этот занижает. Какое выбрать, решать вам. Один из моментов, который волнует многих пользователей браслетов, это можно ли использовать браслет при беге на дорожке в зале, либо при беге на эллипсоиде. Официально режим бег в приложении от Xiaomi есть, но бег, который предполагается на свежем воздухе с телефончиком в кармане, для того, чтобы он поставил на GPS-трек в вашей пробежке, и посчитал, померил пульс все это время, и вам результат кто-то выдал. Режим бег в зале не поддерживается, но есть возможность учитывать шаги, которые вы сделали на дорожке. Чем бег не в зале отличается от бега в зале? Вы гарантированно не кладете руки на те поручни, вы бежите и машете руками, соответственно, все учитывается. Когда вы ходите в зале на эллипсоиде, либо бегаете на дорожке, есть возможность положить руки на поручни. Многие бегают именно так, соответственно, эти шаги не будут учтены. Официальная или полуофициальная рекомендация от Xiaomi была такова, что кладите браслет в карман, либо прицеплять на лодыжку. Но не на лодыжку, например, браслет не на лодыжку. Единственный выход – положить его в карман. С точки зрения мы можем провести сейчас натурный тест, смогут ли эти браслеты вам помочь для учета шагов в зале. Как вы видите, справа у меня есть механическая домашняя дорожка, которая у меня используется в основном как меди, для того, чтобы существенно не одерживать в зале. Я уже даже подумаю, не подать ли мне такого же стиля объявления, как облетело некоторое время сдавать интернет, продаем беговую дорожку или обменяем хоть на чертового лысого и дальше немножечко несцензурную. Но вот у меня она пока что есть тестная. Я сейчас положу эти два браслета в карманы и попробую пройти ровно 100 шагов. Предварительно в приложении я сделаю скриншоты и для одного и для другого браслета сколько было шагов пройдено. Пройду по дорожке, немножечко подожду, потому что алгоритмы подсчета браслета как-то так странно очень сохраняют результаты. То есть может пройти несколько секунд и даже пара минут до того, как результат обновится. То есть видимо она сохраняет себя в бутерной памяти, потому что алгоритмами обрабатывает и потом засчитывает за шаги и после этого только отдает стороне приложение. Давайте проверим и убедимся в том, можно ли эти браслеты использовать при беге на дорожке или липсоиде. Итак, кладем Mi Band 2 в правый карман, Mi Band 11 в левый карман и пойдем гулять по дорожке. А пока я хожу по дорожке, пару слов об автономности браслетов. В моем режиме использования, а это включено уведомление о звонках, смс, сообщениях в WhatsApp, а также три будильника, второго Mi Band хватает на 20-22 дня. И это неплохой результат. Первого Mi Band в таком режиме хватает на месяц и более. В любом случае браслеты живут настолько долго, что вполне реально в промежутках между зарядками позабыть, где у вас лежит зарядное устройство от них. Итак, что же мы видим? При ходьбе на дорожке в браслете нам записали разное количество шагов. Если браслет Mi Band 2 из 200 шагов посчитал только 50, то Mi Band 1 из 200 шагов насчитал, сейчас скажу, насчитал 160. то есть 50 и 160. Соответственно, они оба занизили показания шагов пройденных на дорожке, но при этом Mi Band 1 тест посчитал более корректно, чем Mi Band 2. О чем я и говорил, соответственно, разработчики проследования Mi Band 2 изменили алгоритмы подсчета шагов в сторону увеличения амплитуды, которую должен проделать 20-22, чтобы это движение засчиталось за шаги. Как быть с этой информацией решайте сами. Если вы хотите смарт-браслет с удобной нотификацией и удобными функциями измерения пульса и так далее, но вы готовы к тому, что он будет несколько занижать ваших показателей, приобретайте Mi Band 2. Если вы хотите ставить рекорды в приложении, проходить много-много тысяч шагов в день и так далее, и заплатить за это всего 600 рублей, приобретайте Mi Band 1S. Спасибо за внимание. Всем пока. Пока монтировалось видео, первый Mi Band внезапно взял и сдох без объявления войны. Зажужжал, замигал диодами и отключился. Ожидеть его не помогло даже выдержание в холодильнике в течение пары суток. Вот такая вот беда. Субтитры создавал DimaTorzok